Девушки отдыхают И это новый выпуск, как вы поняли По названию я расскажу немного О виллах, о стоимости жизни На Бали и куда мы Переехали, с наших апартаментов С прошлого выпуска, так, ну что Заходим, сегодня у нас увезли мусор И какой-то остались срач, я думаю Скоро его кто-то уберет Как вы поняли, мы сняли виллу Получается, и вот здесь такие ворота у нас И вот сюда Можно поставить автомобиль И перед нами Победитель Либо байки, вот мой байк, собственно Об аренде Байков я скажу чуть-чуть Попозже, пока сделаем небольшой Обзор нашей виллы Ну и вот, собственно Территория виллы получается Наша вилла находится рядом С дорогой, что небольшой Наверное плюс, особенно Для нашего соседа Это Иван, о нем я тоже расскажу Чуть-чуть попозже, вот, потому что Он не любит шум Он музыкант Отчасти И он любит слушать музыку Ее там писать, играть на гитаре Там и так далее, и так далее Поэтому ему, наверное, звук посторонний Какой-то не нравится Хотя он, на самом деле, небольшой Его даже дома вообще не слышно Может быть здесь немного в час пик Ну вот здесь я имею ввиду Если лежать У нас получается бассейн Бассейн двухметровый внизу Три вот таких лежака У нас трехспальная вилла Получается Вот одна спальня наверху Одна спальня наша вон там И одна спальня Отдельный дом Также есть вот такая территория Как какой-то, не знаю Здесь мы иногда сидим вечерком Слушаем музыку Вот оттуда колонки выставляем И слушаем музыку И можем здесь поговорить Поиграть Весело, короче, и прикольно Дальше у нас получается Вот такая еще территория Небольшая И вот вход еще в наш Отдельный вход в нашу виллу Точнее в нашу комнату С маленькой птичкой А вот вечером мы включаем Вот эти фонарики Они здесь светят И так, в принципе, становится уютно Прикольно И можно здесь потусовать Первая комнатка Первая комната С отдельным входом Получается у нас Здесь, скорее всего, будет жить Принц Кто помнит Кто это такой Напишите в комментариях Вот Вот такая вот комнатка Небольшая совершенно Аскетичная вилла На самом деле Уже такая старенькая Подуставшая Везде кондиционер У нас 4 кондиционера получается Вот Но мне кажется Этого принца вообще за глаза Здесь, кстати, продаются Всякие вот такие Штыки прикольные Из кусков камня Очень интересно, кстати На Бали много Очень таких всяких Дешевых вещей Всякие вот эти Ловцы снов Они стоят дешево Вот, как видно Такая подуставшая Дверца Немного И вот такой вот Получается туалет Сзади душ Все просто И Мне кажется Нормально Два раза получается В неделю приходит Садовник Чистильщик Бассейна И девочка Которая убирает Всю виллу То есть убирает И Меняет там Постельное белье Вот В принципе Что вам нужно знать А вот такая Вот у нас здесь Прихожая Ну вот здесь Вот такой стол На нем Наверное можно делать Какой-то массаж Вот у меня маленькая Птичка читает Курпатова Я потом Свою книжку Дочитаю Тоже буду читать Вот Хотя я уже начинал И читать Вот Это такая кухня у нас Добавки кстати В прошлом ролике У меня были Я рассказывал Так я пью Витамины Д3 Экстракт зеленого чая Иногда вот Притренчик Небольшой Слип мод На самом деле И 5HTP Сейчас И не пью Потому что засыпаю Без проблем Это у меня Птичка Макси Хайр И гиалуроновая кислота Ну и вот Дядя Сережина Витаминчики Точнее Омега 3 И Друзья Немножечко Рекламы И сейчас Черная пятница У нас стартует И у Грофуд Огромные скидки До 5500 На заказ А самая большая Скидка По промокоду Дядя Сережа Ссылочка в описании Так что друзья Успевайте Чтобы экономить Время Не готовить Еду Как вот Мы приехали сюда И приходится готовить Ездить по кафешкам А это Встает В хорошие Такие Пиастры А тут Заказал Все дома У тебя Разогрел Съел А выкинул Даже посуду Мыть не надо Очень удобно Так что Дядя Сережа Рекомендует Когда мы в Питере Каждый день Мы кушали А у нас Гроуфуд Доставка Кстати Мы кушали Фит И баланс Менюм Дядя Сережа Реклама Закончилась Так Второй этаж На втором этаже У нас получается Тоже есть такая территория Где можно Посидеть Послушать музыку Поиграть Мы здесь Играем С Иваней в шахматы Где кстати они А то такое впечатление Будет что я вам Налечил А вот же они А вот эти Шахматки Дядя Сережа Занимался Кстати шахматами Полтора года С пятого класса Наверное по шестой Вот Здесь колонки Часть какая-то Ну то есть эти колонки Были Часть оборудования Какой-то Ваня привез И еще Какую-то там Гитары Какие-то Педали Он должен принести Вот такая вот территория Получается Вот здесь Это Ваня Чем надо Наверное Здесь валяется Здесь тоже можно Встречаться с друзьями Вот здесь у нас Еще кондиционерчик Который в принципе Здесь может Все подохлаждать А вот Что еще Здесь есть небольшой балкон Можно туда тоже выходить Вот здесь закат У нас происходит У нас происходит тоже Красивый Обычно Вечером Здесь видон Такой То что мне Знаете Еще нравится Очень На Бали То что у них Вот эти деревья Я не знаю Как они называют Напишите в комментариях Смотрите внизу Видите Падают Не листики Как у нас С осенью А Цветы Ты просыпаешься А у тебя цветы Нападали Вниз Какая красота Оп Пока баньки нет Вот такая у него Получается спальня И вон там Вот туалет Красиво Красота Все беленько Аккуратненько Так Ну и вот собственно Наша комната С моей маленькой птичкой Хоп Вот такая у нас спальня Вот пожалуйста Кровать Вот пожалуйста Диванчик Если хочется посидеть Его наверное Можно и разложить И еще кого-нибудь Впихнуть Но Нам в принципе Никто не нужна Шкафа здесь нет Вот такая вот История На самом деле Достаточно Немного мебели Прям по минимуму Но так как у нас Барахла тоже немного Нам хватает Вот здесь у нас получается Вот такая вот Маленький садик Можно посидеть Тут столик есть Стульчик Кондейчик Все время практически У нас работает Прохлан Дядя Сережа Вот здесь работает Свою работу Читает кстати Развивает все время Мозги свои немножечко Это дикий гормон Интересный И кстати Чтиво Можно его поприменить Вот дядя Сереж Старить свои гавайские рубахи Вот такая у нас получается Здесь маленькая ванная Как-то стоит Особо даже ничего не поставить Вот так вот А скетично Маленькая комнатка Ванная У нас Простая Маленькая птичка Какой красивый Тебе платье Покажи Как тебя Наполеет Можа срок Получается Мы здесь 15 дней Две недели Две недели Как тебе две недели Очень нравится Мне все Все тебе нравится Да? Да Что тебе не нравится Что мне не нравится Мне не нравится Ничего Здесь все очень здорово Единственное, что Вот есть какие-то моменты Что я, например, побаиваюсь Немножко насекомых Или воды Но это не потому Что я наболею А потому что Я, в принципе, этого боюсь Сейчас в России Немножко насекомых Да Знаете В этом случае Лучше пусть они будут Так, ну ладно Хорошо Как тебе Тоже две Вот это Какое тебе больше нравится Ну, конечно, это Эта вилла Намного красивее Она такая Исполнена В нежных каких-то Тонах Пастельных Много белого Светлого Плюс у нас здесь Живет друг на втором этаже Который балует нас Периодически Своей музыкой Ты играет на детали Мелочь нравится Жизнь надавится? Конечно Так, друзья Что касается Транспорта и байка Машину можно снять В районе 500 долларов В месяц А байк Получается Я снял свой За миллион семьсот Это тысяч восемь рублей А вот этот байк Получается У нас порядка Десяти тысяч рублей Два с половиной Миллиона Местных Денег Индонезийских Рубий За месяц Получается Вот такой Коферейсер На 250 кубиков На механике Мне на самом деле Нравятся вообще такие байки Но они Здесь не очень практичные Потому что Мы живем Достаточно В таком районе Плотненьком Где всякие кафешки У нас Зал наш Которые Которые я тоже Вам покажу Вот это мой Это на 150 кубиков N-Max А Yamaha Получается Больше Мотика Мне кажется И не нужно Есть еще Получается X-Max Вроде бы Которые уже В районе 300 кубиков Аренда Байков Чуть поменьше Ну вот если брать Такие Именно Вот 150 кубовые Байки Ну и ниже А чем в Таиланде В Таиланде Как это PCX Стоит подороже В районе Там 10-12 тысяч В месяц Так друзья Ну и расскажу По поводу Стоимости Сколько стоит Получается Вилла Вообще Какая там Плюс-минус Разница Вообще Сколько стоит Жить на Бали Тоже расскажу Вот эта вилла Получается Она обходится В 2100 долларов Обычно Как происходит Поиск Можно снять Что-то сразу На R&B Ссылочка Кстати Внизу Дядя Сережа На R&B Съезд Примерно Там 10% От стоимости То есть Ну нужно будет Заплатить Комиссию Нужно этот Момент Брать во внимание Но в любом случае Когда ты приезжаешь И приезжаешь Надолго Лучше всего Приехать с ней Через R&B Либо через Букинг Какое-нибудь Жилье Либо через Другие какие-то Сервисы На несколько дней И потом Ездить Искать Смотреть Либо выжидать Смотреть На фейсбуке Сообщения Группы Подобного Плана Где сдают Какую-то Недвижимость Как правило Сдают в основном На большие Большой срок На год Там И так далее Но можно найти И на месяц Либо когда кто-то уезжает Сейчас много Вариантов Когда люди уезжают Там на две недели На выходные Сдают свою виллу Чтобы немножко Денежек Сэкономить Получается Если к примеру Брать Такую виллу На троих Снимать И разделить 2100 долларов Плюс электричество Я думаю Порядка Там 700 Где-то Может быть 800 долларов Будет выходить На это Имеется ввиду Чтобы приходили Стирали вещи Потому что Там надо будет Платить рублей По 200 Там по 300 За брачную Может быть Нужно будет Менять Вот эти Простыни Полотенца Там И так далее И так далее Вот 700 800 долларов За вот эту Локацию С человека Либо С пары Потому что Можно Жить По двое И будет Наверное Достаточно Выгодно В нашем случае Получается Мы Сова Неделим Пополам Этот дом И Эту комната Резервная К примеру Гошан Приехал Еще кто-то Приехал Вот Здесь мы Поживем Чуть больше Месяца Именно Мы с Дашь Я думаю Потом Посмотрим В принципе Как вообще Будет Складывать Ситуация И Можно Будет Вариантов Достаточно Много Можно Поехать В апартаменты Они находятся Здесь в одной Минуте Двух На байке Эта локация Мне нравится Потому что Здесь рядом Недалеко Зал Потому что Здесь много Кафешек Каких-то Можно Доехать И туда И сюда И в Ченгу И в Семиньяк Крутые у нас Завтраки Все время И достаточно Недорогие На самом деле Можно снять На краю Острова Получается Это север Наверное Острова В районе Улувата Там И плюс-минус Джамбаран Там Жилье будет Стоять дешевле Раза Может быть Даже в два Может быть Даже иногда И в три Грубо говоря Чем дальше Вот от района Кута Семиньяк Тем дешевле Стоимость Цен падает На вилы Все больше и больше Потому что Там меньше кафе Там меньше движух Там меньше Каких-то Инфраструктур Там больше Живет местных Либо там Живет больше Людей Которые так Спокойно Которым Ничего Не нужно Кто хочет Самый Какой-то Трэш То это Можно снять В Куте Какие-нибудь Апартамент Там я тоже Нашел За тысячу Долларов Апартаменты Но Ребята Говорят Что в Куте Жить будет Сложновато Так же Друзья Можно посчитать Прикинуть Сколько стоимость Билеты Туда-обратно Стоят Порядка Пятидесяти тысяч Это Прямой Из России Можно купить И дешевле Другими Какими-то Авиалиниями А так же Вот у Аэрофлота Вообще Сейчас была Акция Неделя Вот эта Черная Пятница И Можно было Туда-обратно Купить За 33 тысячи Билеты Прямого Рейса Из Москвы И Обратно До Донпасара Балин Так же Можно жить На самом деле Достаточно Недорого У меня есть Знакомые Которые Снимали У Будя Маленькую Вилку Такую Без бассейна Порядка Она стоила 300 что ли Если не ошибаюсь Долларов За месяц 300 или 400 Что-то такое Вот Плюс Они сняли Байк Там Подобного Плана Да Там еще Это там Тысяч Наверное За 7 Если они На несколько Месяц Приехали Можно еще Там Подешевле Сторговаться И вот Пара Живет На Тысячу Долларов Это Вместе С транспортом Вместе С едой Вместе С жильем В месяц На двоих И работают На фрилансе Мне кажется Достаточно Отличный вариант Нежели Там Жить Зимовать В Санкт-Петербурге Если есть возможность Работа в интернете Вот Друзья Такие дела Если есть Какие-то вопросы Пишите в комментарии Также нужно будет Снять небольшой Обзорчик зала Также я хочу Попробовать челлендж И неделю посидеть На авокадо и яйцах То есть два продукта Выбрать Ну может быть Немножечко молока И разного там Рода специи И соли Посмотреть Эта вся история Также друзья Напоминаю Февроле У нас видно Столько Кто хочет приехать На Бали Все Пожалуйста Ссылочка в описании Пишите комментарии Дядя Сережа Вам поотвечает И Если вопросы Какие-то темы Для роликов Может кто-то на Бали Хочет что-то Какую-то снять Клабород Пишите Тоже Дядя Сережа Пока Красота Тепло Жара Красота Редактор субтитров Корректор А.Кулакова